всем привет друзья лёха в студии осязаемой музыки и сегодня у нас необычный ролик но по по традиции в начале ролика о погоде сегодня я записываю этого это видео 10 марта у нас сегодня минус 15 утра сейчас вот минус 10 уже 5 градусов потеплело солнышко то греет елки-палки уже почти середина марта а у нас все в снегу и холод вот в общем привет вам из весенней заснеженный холодные реки и сегодня у нас такой необычный видосик я не знаю когда этот видос выйдет вот учтите записываю 10 10 марта а когда выложу не знаю как с этим видосом быть либо вставить его в другой видос либо ну наверное скорее всего отдельным роликом в общем посмотрим сегодня у нас сегодня распаковка но распаковка необычная мы там не будем открывать пакет или что мы сегодня будем распаковывать кассету кассету китайскую подделку на тдк коих много кое вы все видели на алиэкспресс это тдк би бриллиант кассет кассета да вот такая вот кассета вы наверно все реально видели на алиэкспрессе такие кассеты так вот она выглядит в общем а хочется ее распаковать вместе с вами посмотреть как она выглядит но сама кассета и сравнить оригинальный тдк ну оригинальный правда распаковывать не будет любопытство у меня был очень большой когда я видел кэш на алиэкспрессе эти кассеты на алиэкспресс до отзывы кстати разные ну капец некоторые пишут говнище некоторые пишут вообще супер прописываются видел много отзывов там ну немцев наверно каких-то шведов там новым образом до хвалят в общем меня прям так задело знаете захотелось я одну все лишь одну кассету заказал она была просто вот в пакете обычный пакет внутри такая пупырка все но вроде как целая там очень жалуются люди что все приезжают раздолбаные подкассетники ну то есть коробочки вот вроде все цело но сейчас мы с вами откроем посмотрим что по ощущениям ну вот смотрите я взял уже была на обзоре вот оригинальная тдк еще с тех времен тдк са high position вот такая да и по вот этой пленки да здесь обтянута но чувство тоненькой тоненькой пленочкой сколько лет кассеты кассете да она до сих пор так очень хорошо обтянутая и вот прям ну вот отлично не пузырится ничего здесь же сразу чувствуется но вы не знаю вам не видно вот она вот так вот она обтянута не очень хорошо и вот чувствуется что вот эта пленка она более толстая более такая грубая да ну так если издалека смотреть ну как бы окей а вот если смотреть еще сблизи то видно что шрифт вот этот print на этой пленке вот бриллиант кассета или normal position вот это к еще нормально а вот эти буквы ну такие знаете как плохо пропечатали вот так вот я показываю со всех сторон вот она выглядит надеюсь там камера фокус ловит вам все хорошо видно написано кстати made in таиланд вот здесь да на оригинальный тдк я не вижу где именно made in но тут написано что это типа бренд японский там и так далее и так далее вот где именно для кассета это сделано я не знаю надо смотреть в общем интернете короче давайте наверное вскрывать эту кассету разрезать снимать вот эту пленку да не знаю ногтем подцепиться вроде даже ногтем цепляется тут нож приготовил ну вот смотрите он даже не понадобится здесь есть вот open да но здесь мы попробуем вот так и аккуратно вскрыть и посмотреть в общем сейчас скрою посмотрим потом я эту кассету сто процентов запишу но сразу говорю писать я буду не на деке у меня на данный момент нету дек вообще нету дек и кстати я буду на музыкальном центре да поэтому не судите строго но я точно знаю что он пишет хорошо на нормальные кассеты то есть пишет он отлично но короче говоря вот видите вторая скрывает а нет вот отодралась вот смотрите первое вскрытие сейчас попробуем вот так и и расклеить аккуратно она равен она легко очень расклеивается и не знаю и вот вопрос встает это действительно подделка или такие кассеты выпускались там я не знаю для таиланда может быть или в таиланде они вот выпускались и где-то китайцы наткнулись на какие-то залежи там я не знаю но на алиэкспресс очень много этих кассет можете зайти посмотреть напишите кассета тдк прям русскими буквами кириллицей и вам сразу целая куча где кассет вот вот все все кассету сторону вот такая вот пленочка ставите как хорошо скрылась толстая такая на кассетах таких не бывает ну раньше по крайней мере на старых кассетах они были тоненькие ну сама кассета коробочка не битая вот кассетник коробочка как вам больше нравится все целое давайте откроем так ну кассету в сторону посмотрим что здесь здесь наклеечки вот такие вот наклеечки и сама сам вкладыш нормальный вкладыш кстати не знаю обычный вкладыш кассетный ничего сказать не могу вообще ничего вот по коробке по наклейкам но обычные наклейки не знаю ну конечно не такие как были все времена скорее всего посмотрите какие тут надписи но тем не менее неплохо в общем здесь придраться не к чему смотрим саму кассету тдк кстати корпус разборный на четырех болтах и вот сейчас ракорд есть я читал что там но посмотрите как он видите как он складывается будто в обратную сторону не знаю может я не прав вот видите то он есть я читал что некоторые писали что вообще нету ракорда я вот и мне интересно было но чего здесь точно нету нету магнитного экрана за фетровой подушкой стоит такой знаете как металлическая пластиночка магнитный кран короче называется его нету но у меня есть тдк еще с конца 90-х 120 минутки там тоже нет магнитного экрана но может быть они подделки были но там обычно тдк что абсолютно обычный вот я сейчас просто не знаю я сразу не взял давайте сейчас возьму посмотрим вы там не разбегайтесь я тут недалеко я вас слышу сейчас порой не найдем вот уже нашел вот смотрите тдк-шка из 90-х я вернулся да вот это из 90-х 120 минутка тоже без магнитного экрана тоже на четырех болтах цвет корпуса отличается ну вот смотрите магнитного экрана также не было сейчас мы посмотрим как здесь ракорд у нас крепится в какую сторону пленка крепится с ракордом блин ну почему она вспоминаем 90 ребята осязаемая музыка так вот дошли мы до раккорда вот здесь раккорд видите он правильно закреплен то есть он начинает в эту сторону крутится а здесь как бы наоборот вот это вот странно уже да так здесь здесь как бы вот этот забот называется очень то что крепится куда крепится здесь крепится на дальнюю на новой кассете вот здесь за а здесь как бы в ближний этот проем вот и вся разница ну так по пластику они вообще не отличаются честно ну цвет немножко отличается и все ну и магнитного экрана нету как на старый тдк так и на новый но вот это еще с 90-х тдк-шка я как же допускаю что-то тоже может быть не оригинал бумажки стране вот это тдк-д из 90-х а это новенькая которую мы с вами вскрыли одинаковые они какие-то вообще не знаю ну наклейки конечно качественнее на старый посмотрите да какие они здесь такие вот красивые были но тем не менее не знаю в общем надо сейчас эту кассету будет записать она длиной 60 минут до 60 минут к но вот так вот этот ракорд он странно крепится вот это единственное что меня так уши есть для записи по вот по осязаемости по ощущениям тактильным таким не знаю обычная кассета прокручивается вроде неплохо сама пленка пленкой пленка не знаю что за пленка там стоит тоже фиг знает откуда это тдк в общем вот такая вот кассетка у меня вот было такое любопытство так хотелось посмотреть что же в китае за тдк ну вроде ничего но в общем я ее запишу и потом вам расскажу свои ощущения но единственная игру записывать я буду не на деке так что уровень записи вы выставить не получится как она там этот уровень записи будет на ней но посмотрим а не на цифры а на ощущение как это слушается потому что по цифрам и по уровню записи может быть все прям окей а были такие случаи что слушается она не очень в общем будем пробовать ребята это скорее всего будет у нас первая часть выпуска тдк с алиэкспресс мы ее вскрыли посмотрели ну конечно вот так кассета я еще не вскрывал так чтобы эта пленка прям вот так вот ходила но пленка толстая вот прям здесь еще такая наклейка какая-то ее можно интересно снять посмотреть что под ней вообще или нифига не снимется зачем эта наклейка раньше таких наклеек на кассетах я не помню они на алиэкспрессе продаются поштучно можете там заказать одну-две сколько вам хочется нет вот эта наклеечка что-то не очень снимается с этой пленки ну да ладно в общем нет снимается отклеивается что здесь под ней за надпись оторвалась ну да ладно здесь сингапур industrial building сингапур в www.tdk-media.com точно sg точка sg ну ладно эти надписи все можно было скоммунизить с какой-нибудь я допускаю оригинальный кассеты tdkb с тех времен и просто сделать вот эту пленку ну не знаю ребята кстати может у кого-то есть такие кассеты из тех кто меня смотрит вы на них писали вот отпишитесь в комментариях как у вас с этим делом все прошло вот мы сейчас полностью снимем эту бумажку клей конечно остался но я хранить это не буду здесь никакой такой информации нету ну made in таиланд в общем made in таиланд кассета tdkb с алиэкспресс ну как бы коробочка бумажка все окей кассета по тактильным ощущениям кассеты кассета единственно что патрахор как-то странно ну да ладно 30 минут нет в этом магнитного экрана ну и на старой кассете его нету ну не знаю в общем запишу поделюсь с вами видео как вообще запись но я говорю записать буду не на деке там как это то на уровень держит записи фиг узнаем но мы узнаем как она звучит по крайней мере узнаю я и поделюсь с вами стоит ли брать для записи в общем это была первая часть видео потом запишу коробка кстати вот она такая все-таки вот это она такая идеальная коробка здесь такие края немножко вот такие как вы выпирают что ли но тем не менее как буки вот такая вот tdkb в общем ждите вторую часть видео там и поделюсь с вами как она прослушивается как она записалась в общем еще поговорим первая часть видео подошла к концу всем привет еще раз а это продолжение первой части видео где мы распаковывали ребята с вами вот эту кассету 10 марта все еще сегодня вечер уже видите так стемнело свет я не включаю в общем запись произведена вот на эту китайскую кассетку тдк которая пришла ко мне сегодня с сайта али экспресс и что я могу сказать ребята я полностью удовлетворен какая запись на ней получается я уж не знаю простите я небольшой эксперт в выставлении уровня и так далее я слушаю вот я стал кассет если мне запись нравится если я слышу что она звучит круто значит все круто и мне все равно какой там был выставлен уровень записи и так далее но я не эксперт еще раз говорю в общем записал я на эту кассету альбомчик группы одиссей а единственный альбом у группы еще не было этой группы на обзоре альбом назывался love train а кто в инстаграме он уже вчера то есть сегодня послушал запись а потому что видео я выложу завтра 11 вы это смотрите 11 а те кто в инстаграме вчера как бы то есть сегодня я вас запутал посмотрели послушали историю и увидели какая запись получилась на этой кассете в общем записала сюда альбом одиссей love train классный альбом классная группа на кассете по моему даже не издавался но точно не помню поэтому альбом кстати на 60 минут а 7 5 14 песен 7 песен на одну сторону 7 песен на вторую идеально кто пишет кассеты имейте ввиду на 60 минутную кассету альбом группы одиссей прекрасно ложится так вот во первых объясните мне в комментариях зачем вообще делался магнитный экран ну реально ли он нужен я не знаю запись получилось отлично писал я не с диска писал я как я уже на центре техникс через aux с компьютера флаг фонограмма записалась все отлично но я не напрямую правда пишу на техникс а с еще кое-какой приспособа которая вам не расскажу но это не важно если записать напрямую с диска я думаю запись будет отличная так что что я могу сказать если вам надо 60 минутные кассеты просто 60 минутные кассеты для записи кассета тдк с алиэкспресс можете брать но единственное как я уже говорил в первой части видео когда мы распаковывали эту кассету там очень многие люди пишут в комментариях что кассета приходят раздолбанные вот именно корпуса прилагают там фотки прикладывают и действительно они все раздолбаны но мне же повезло как бы шикарная кассета сейчас у меня здесь записан альбом группа одиссей love train кстати классный альбом осталось сделать для кассеты обложку и вообще все замечательно в общем если хотите записывать вот эти кассеты берите смело не слушайте там я просто вот игру эти уровни записи там и так далее то что вы там вы сможете выставить на деке ну а потом и кассета не звучит например да и так далее ведитесь на свой собственный слух вот нравится ну значит все ну ну что ну вам нравится не нравится нафиг нравится все отлично мне нравится поэтому все отлично буду я покупали черные кассеты но не знаю навряд ли у меня хватает да но вот ради эксперимента ради вот алиэкспресс ради посмотреть что и как было интересно было интересно ее записать единственное что вы это немного странно когда ты включаешь кассету там идет сначала раккорд и вот когда идет раккорд прям шумит странно до начинается пленка пошла все вообще идеально все как обычно чем это сказано не знаю но как то так в общем кассета ддк би бриллиант кассеты с алиэкспресс прошла испытания на ура я думал будет хуже там писали прям такое что вообще в мусором к лучше мнение ну бред какой-то реально бред по разборная кассета в разборном корпусе запись нормальная уж не знаю что там с уровнями но звучит хорошо а что еще нужен в общем вот такой вот видел планировалось другое вот то другое которое планировалось наверное будет в среду ждите среды обязательно смотрите видос я надеюсь в среду он выйдет не получилось записать то что я вот прям хотел этот видос вообще вот такой спонтанно я же даже не знал что сегодня ко мне прилетит этот тдк вот в пятницу 10 но прилетела я для вас записал видос надеюсь вы посмотрите наставьте кучу лайков не забывайте про лайки не забывайте писать комментарии кто хочет поддержать канал финансово ссылка в описании буду благодарен закажем еще что-нибудь посмотрим но пока ребят как говорится кассета тдк с алиэкспресс всем пока до новых встреч